Всем привет! Доброй субботы всем! Традиционная наша рубрика и сегодняшняя наша тема назрела буквально последними новостями. Мы получили сообщение со школы, что до конца учебного года обучение переводится онлайн. И состоялась долгая дискуссия, и сегодня вот как раз мы хотели обсудить с Амальей. Скажи мне, пожалуйста, с твоей точки зрения, какие плюсы есть в онлайн-обучении? Начнем с плюсов. Какие плюсы? Да, погромче говори. Наверное, плюсы в том, что не нужно тратить время на поход в школу и обратно домой. В смысле, ты уже дома сразу и дома учишься. Наверное, в этом плюс есть. Ну да. Ну как бы можно больше успеть дома что-то сделать. Если честно, я не знаю, потому что мне так сильно не нравится это. А, ты не знаешь плюсы. Да, может, обучение мне совсем не нравится, из этого я не знаю плюсов. Ну, для меня именно плюс то, что не нужно идти в школу. В смысле, в дождь, снег. Не нужно в школу идти, а оставаться дома. Вот так вот. Ну, а минусы? Давай про минусы тогда. Хорошо, скажи мне минусы. А минусы в том, что очень сложно сконцентрироваться пока дома. То есть дома всё такое уютно и не хочется как-то... Ну, не хочется ничего делать такого утомляющего. Из-за этого очень сложно сконцентрироваться. Атмосфера совсем не обучающая. Концентрироваться сложно. И понять вообще учителя через телефон, через компьютер очень сложно. Не знаю, мне кажется, намного легче понять тему, когда ты смотришь человеку в глаза. И как-то это всё видишь. А когда ты просто голос слышишь, и непонятно вообще ничего, вот это вот большой минус. И то, что так же сидишь дома одна, никого не видишь с этим телефоном, который разговаривает какие-то непонятные вещи. В общем, как-то грустно. Ну, кому-то очень нравится домашнее обучение. Да, я знаю, что многим детям нравится. Очень многим нравится домашнее обучение. Мне обучение домашнее совсем не нравится. Не потому, что я школу очень сильно люблю. Мне нравится школа, но не дома школа. Просто очень приятно, когда ты идёшь в школу, и в школе учишься, и пойдёшь домой, и дома отдыхаешь. А тут всё вместе... Всё смешивается. И не учишься, и не отдыхаешь. То есть ты сидишь дома, и всё равно даже... А, например, когда есть маленькие дети дома, братья и сестрёнки, они кричат. Учителей, да? Учителей, дети. Я слышу утром занятия, когда начинаются, я ещё дома и слышу, как у учителей маленькие дети кричат, и, честно говоря, у меня вот нервы, например, вообще просто не выдерживают. Иногда бывает, что они на протяжении вообще абсолютно всего урока... Ну да, весь урок они визжат, 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 визжат. Или, например, у моей одноклассницы, у неё птичка дома. И эта птичка всё время курлычет, она прям очень громко. И она уже в конце, в самый конец квартиры пошла, и всё равно эта птичка кричит. И как-то... Всё время... У-у-у! Вот это вот... Как-то не очень... Приятно. А у Мали есть ещё девочка в классе, которая засыпает. Я сама слышала. Это вообще нечто. Расскажи, Мали. Нам учитель даёт решать задачи. Это была математика. И нам учитель дала решить примеры. Она себя замьютила, то есть она себе звук отключила, и мы сами решали. И потом, когда была абсолютная тишина, все себя замьютили, чтобы спокойно решить, и тут я слышу... И вот такой вот звук. И мы не можем понять, что это вообще такое. Мы сначала подумали, что это... Что это с телефоном, какие-то глюки. А потом это оказалось, что девочка... Потому что там же видно, кто сейчас разговаривает. Мы смотрим, когда этот звук, это всё время там девочка эта. Она как-то начала храпеть, и она уснула прямо на уроке. Да. Вот это тоже как бы минус. Как я сказала, что дома хочется отдыхать. И вот так. Ну, мы вчера с Самарей долго обсуждали эту тему, честно говоря. И я вообще, конечно, категорична в этих вопросах. Я говорю, что в любой ситуации есть плюсы, и всегда нужно их видеть, и нужно просто решать задачи, и всё. И мой ответ, конечно... Скажи, пожалуйста, вот как ты планируешь учиться? Вот так вот. Да, потому что у нас ещё такой важный вопрос, как экзамены, экзамены в университет. И, конечно, нужно готовиться к этому. И одной дому очень трудно, да, себя взять в руки? Да. Безусложно дома себе взять в руки, но придётся сама учиться. Придётся взять себя в руки и начать учиться. Ну, уже пора, наверное, начать учиться уже. Нет, я имею в виду начать учиться дома, потому что когда в школе у тебя выбора нету. Ну, у меня лично выбора нету. Как бы, либо я учусь, и... ну, учусь. Либо я... Не учусь. Не учусь, и мне очень скучно, делать мне нечего на уроке. Из-за этого мне кажется намного интереснее взять и на уроки учиться. Ну, для меня лично. Просто когда я не учусь на уроке, мне становится очень скучно, из-за этого я начинаю учиться. Я знаю, очень хорош. Ага. Красно. Ну, нет. Знаете, в этих диалогах я столько много нового узнаю о моей дочери. Нет, ну, просто... Иногда бывает, что как-то внимание рассеивается, когда уже под конец урока. и уже как-то я в начале урока немножечко так не дослушалась, в смысле я не очень внимательно слушала учителя, а потом такая как-то я проснулась, как-то у меня мозг проснулся, я такая, ой, 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 а что такое, что мне сейчас делать-то? Я как-то быстро догоняю и уже мне нормально. А дома, когда понимание рассеивается, ты не учителя не можешь спросить нормально, потому что пока я спрошу, то он меня замьюти, то кто-то перебьет, что-то меня не слышно, то он не услышал, потому что бывает, связь прерывается, или, например, я говорю, а он это услышит только через несколько секунд. И получается, ну, вот так вот и совсем... Ну, здесь только один выход, мне нравится онлайн. Здесь только один выход, это очень жесткая дисциплина, конечно, тайм-менеджмент, это распределить весь день буквально, вот там, с шагом в 30 минут. И даже мама мне сказала, что когда онлайн-обучение, ну, нельзя... Ой. Нельзя учиться, пока ты в постели. Мама мне прям так и сказала, потому что это бывает первый урок, а я прям проснулась перед первым уроком. Это как раз таки плюсы. То есть не нужно вот это вот за час просыпаться, чтобы попасть в школу. Это плюс как раз таки. Но мама мне сразу сказала то, что пока я в постели, я не чувствую вот это... Я не могу сконцентрироваться, потому что я в постели, потому что мне хочется спать. Конечно, можно чувствовать. Я хочу привести себя в порядок, переодеться, ну, сесть за стол с тетрадками, с ручками. Не в кровати, не на диване, а сесть за стол. Селый стол с пеналом, с тетрадью, с учебником, не с телефоном где-то списывать, а прямо с учебником, чтобы мозг понимал, что пора учиться. Ну, да, да, да. Это единственный выход, больше другого выхода нет. Да, и, конечно, чутко распределить время на учебу, на отдых, на общение с друзьями, на чтение и так далее. Это, ну, только единственный выход. Ну, как, собственно, для всех, да. Вот, поэтому всем, конечно, родителям желаю терпения, детям, ну, и детям тоже терпения. Берем себя в руки и идем на следующий этап. Следующий этап карантина, конечно, дай бог, он быстрее закончится, чем объявили. И все войдет в прежнее русло. Я имею в виду, что мы начнем общаться, начнем учиться там, где мы должны учиться. Дети пойдут в школу, в университеты. На секции. На секции, да. Да, кстати, очень важно. Да, секции закрыли все. Поэтому желаем всем здоровья, здоровья семьям, хорошего настроения, терпения и взаимопонимания всем. Все, не болейте, хороших вам выходных. Спасибо, что смотрели. Обязательно дайте обратную связь, как вы, как вы живете на карантине, как вы учитесь и как вы вообще находитесь в этом социуме, не меняя ландшафта, так сказать. Очень будем благодарны за полезные советы и за ваши истории. Спасибо за лайк и до свидания.